Всем привет! С вами Савельева Аня и в этом видео мы поговорим о моем любимом сериале «Друзья». Конечно же, многие скажут, что смотреть сериал – это пустая трата времени, которая не несет абсолютно никакой пользы. Но все мы знаем, что у каждого есть какой-то сериал, который является его guilty pleasure, который нам очень нравится смотреть. И, конечно же, мы знаем, что ну и что, что эта трата времени пустая, но нам так нравится смотреть тех же самых друзей. Это в моем случае. Что же нам сделать, чтобы это время все-таки было проведено с пользой? Разумеется, мы можем смотреть эти сериалы на английском языке, таким образом повышая уровень владения языком. Мы уже говорили о том, как правильно смотреть сериалы. Ссылка на это видео будет в описании. Но помимо новых слов, мы также можем узнать много нового из сериалов. И, конечно же, сегодня, разбирая сериал «Друзья», мы узнаем что-то новое, а именно, как выражать эмоции в английском языке. Мы будем учиться прямо у наших любимых героев. Начнем с удивления. Конечно же, одна из самых-самых распространенных фраз, которые вы можете использовать, когда удивляетесь. И не только, кстати говоря, это «Oh my God». Соответственно, давайте посмотрим сразу на примеры. Обратите внимание на то, с какой интонацией говорит Фиби, когда произносит «Oh my God». У нее идет то, что называется повышающаяся интонация. Также фразу «Oh my God» можно принести немного иначе. Когда вы окончательно и бесповоротно ошеломлены, а не просто удивляетесь чему-то, вы можете артикулировать каждое слово отдельно. Тогда у нас получится вот что. Безусловно, все, что вы видите в «Друзьях», конечно же, будет утрироваться и гиперболизироваться, потому что этот сериал должен быть смешным для вас. Но не удивляйтесь, если вы встретите американцев, которые будут также эмоционально экспрессивны. Это нормально в их культуре. Не думайте, что они сумасшедшие. Выразить удивление, безусловно, можно и с помощью других фраз. Например, что-то, что вас удивляет, в принципе, и может стать тем самым высказыванием. Вам достаточно воспользоваться повышающейся интонацией. Обратите внимание, что если вы начинаете произносить ту же самую фразу, но с другой интонацией, с нисходящей, то есть падающей, то значение фразы будет абсолютно другим. Например, «Oh, God» может значить «Ну, боже мой, что вы говорите, когда вы закатываете глаза, и вас что-то раздражает, и вы думаете, ну, что-то типа того». Поэтому, так же, как и в русском языке, две фразы, но с разной интонацией могут иметь абсолютно разные значения. Удивление «Oh, my God» и «Oh, God». Перейдем к выражению радости и восторга. Одна из самых распространенных фраз, которую вы можете услышать, это «Oh, man». Обратите внимание на интонацию, с какой Моникой это произносит, а также не думайте, что здесь нужно использовать прямой перевод. «Oh, man» не значит «О, мужчина». Это значит, опять же, что-то вроде «О, боже мой», но в хорошем смысле, когда вы невероятно рады и, опять же, удивлены чему-то очень хорошему. Можно выразить радость просто с помощью одного междометия «yay». Опять же, не забывайте про интонацию. Она у вас должна быть восходящей. То есть, ну, как будто бы вы немного громче произносите это слово, чем обычные остальные слова. Как только вы поменяете интонацию на нисходящую, это уже может быть каким-то сарказмом. Например, вы такие «Отлично». Вот можете сказать тогда «yay». Одним из самых лучших примеров выражения восторга в сериале «Друзья» является «Enthusiastic Parker», один из бойфрендов Фиби, который постоянно всему восторгался. Здесь вы можете услышать типичную конструкцию «what app» плюс прилагательное или наречие. Именно это прилагательное или наречие подчеркивается особенным образом с помощью интонации. Что-то там. Неважно что. Главное, какое прилагательное вы используете, чтобы описать это, чтобы подчеркнуть, насколько это все невероятно. Ну и разумеется, если вы хотите выразить ваш восторг по поводу чего-либо, вы можете не использовать обычные прилагательные, а используйте превосходные степени. The most incredible, the best. Вот это все. Теперь поговорим о негативных эмоциях. Как возмущаться в английском языке? Ну, точнее, как нас учат друзья возмущаться на английском языке? Если вас что-то возмущает, вы можете использовать фразу Вы просто сами поверить не можете и спросите у человека, может ли вообще он представить, что что-то подобное могло произойти с вами или с кем угодно. Если вы не только хотите возмутиться чему-то, но еще и обвинить человека при этом, вы можете воспользоваться фразой И дальше по тексту обвиняйте, кого вы хотите на здоровье. How come в этой фразе не значит, как прийти. Эта фраза значит здесь, почему же, как же так, как же так получилось. Как еще можно выразить свое возмущение, недовольство, раздражение, используя фразы, которые, как правило, мы воспринимаем абсолютно иначе в других ситуациях. Например, слово please значит, пожалуйста. Мы просим кого-то, чтобы этот человек что-то сделал. Но также please может значить и нашу просто окончательную точку кипения, когда мы уже просто не можем терпеть какую-то ситуацию. Если бы Джоуи просто хотел позвать Рэйчел пообедать с ними, он бы сказал совершенно иначе. Он сказал бы Это было бы приглашение. Но он говорит То есть он просит ее уже успокоиться и сесть поесть с ними. Точно так же можно использовать фразу вроде Но в абсолютно другом значении. Например, когда вы хотите сказать О, классно, здорово Вы скажете О, this is great С повышающейся интонацией Но как только интонация у вас становится нисходящей, это становится сарказмом И вы говорите О, this is great Типа, ну, отлично Что же делать, когда нам не хочется веселиться или грустить или, может быть, возмущаться, беситься? Что если мы просто хотим немножко поныть на английском языке? Опять же, мы можем использовать фразу, о которой мы уже говорили О, man Но в другом абсолютно контексте и с другой интонацией Видите, немного другая интонация и уже совершенно иное значение Если вы говорите О, man Это что-то хорошее или О, man Типа, ну, блин, опять И тут вы говорите О, man И сразу же это значит, что Ну, блин Точно так же мы можем с вами и на русском говорить Используя разную интонацию абсолютно одинаковые слова Поэтому не нужно удивляться, что в английском одной фразой можно выразить разные значения В русском то же самое происходит Ну, и напоследок Как хлопнуть дверью на английском языке? Достаточно сказать просто одно слово Fine Этого достаточно Обычно мы говорим Fine, когда нас спрашивают Ну, там, как дела? Как там у вас все в порядке? Или нет? Говорите Oh, I'm fine Или I'm fine Это значит, у меня все в порядке Но как только вы меняете интонацию и говорите Fine Это значит Ну, и пожалуйста И после этого как раз-таки обычно все хлопают дверью Теперь вы знаете, как выражать эмоции на английском языке пользуясь буквально несколькими элементарными фразами но с разным значением потому что они будут у нас звучать по-разному и будет абсолютно разная интонация восходящая или нисходящая в зависимости от того какую эмоцию вы собираетесь выразить А для тех, кто любит сериал «Друзья» так же, как и я, я скажу, что 27-го числа на HBO выйдет еще одна серия спустя 20 лет которая называется «The one where they get back together» та, в которой они воссоединяются и все, кто соскучился по своим шести любимым персонажам из сериала «Друзья» могут наконец-таки на них посмотреть узнать, что у них произошло за последние 20 лет с датой выхода последней серии и, конечно же, послушать как они говорят на английском языке может быть, выучить новые слова или фразы интонации просто насладиться просмотром еще одной серии «Друзей» ну а те, кому понравился этот выпуск не забудьте поставить лайк нажать на колокольчик чтобы получить уведомления о следующих видео и оставить комментарий о том, какой сериал вы хотели бы еще разобрать и о чем поговорить Всем пока!